И я от скуки решила написать сказку, парочку листов. Я начала эту сказку писать и не смогла остановиться. А я как-то думала, ну это как-то слишком уже для меня. Но так получилось, что я случайно выиграла курс режиссера в одной киношколе, практически бесплатно мне достался. Я поняла, что, возможно, может быть, Аллах меня сам туда толкает. Вот как-то, знаете, меня просто пугнули на этот курс режиссера. Это волшебство, да, это магия, это магия. И в этот момент ты чувствуешь, что ты на своем месте. Потому что именно прошлое является фундаментом нашей сегодняшней жизни. Именно наши предки строили нашу жизнь сегодня. А на самом деле мир, он и строится на энтузиастах, на такой, знаете, корстке людей, которые день и ночь, день и ночь что-то строят. Я говорю, я буду биться до конца. Уважаемые наши читатели, зрители, подписчики портала «Питер Татар». Приветствуем вас. Исам Исус Харлия Китча. Сегодня мы возобновили наши эфиры после небольших каникул. И отрадно, что нашей гостей стала очень интересная персона. Спешу ее представить. Эльмира Хан. Она уроженец республики Татарстан. В поселке Кукмор родилась. И по образованию, несмотря на то, что она юрист, ее жизнь развернулась в сторону творчества, писательской деятельности. Она долгое время жила в Москве, потом в Алжире 12 лет. И, в общем, вернулась в Татарстан. И у нее уже за плечами достаточно много интересных творческих результатов. Например, недавно наша героиня издала книгу «О царице Сумбикея» и представила эту книгу на литературном конкурсе в Лондоне. Также она окончила сценарные и режиссерские курсы. И по ее сценарию был снят фильм «Горное масло». Это историческая зарисовка происхождения нефти в Татарстане. В общем, эта работа тоже участвовала в Казанском уже кинофестивале. И сейчас, на данный момент, наша героиня готовится к съемкам своего первого фильма как режиссер и сценарист. В общем, ждет результатов литературного фестиваля в Лондоне. И также готовит к изданию свой новый восточный роман «Шепот дорог». Итак, спешу поприветствовать нашу героиню Эльмиру Ханум. Эльмира Ханум, приветствую вас. Исамис Харли Кич. Исамис Харли Кич. Ну что ж, первый вопрос, он, конечно же, связан с тем, каким образом так получился разворот из вашей профессиональности. Вы закончили образование в качестве юриста по профессии и вдруг стали заниматься писательской деятельностью. Почему не рисовать? Почему там, собственно, не живопись, не пение? А именно писательская деятельность – все-таки это достаточно такой тоже труд делать узоры и слов, и в том числе, вот, как я поняла, в вас это распаковалось именно на чужбе, не будем так говорить, не на родной земле, а в Алжире. Поподробнее расскажите, пожалуйста. Да, на самом деле, когда я переехала в Алжире, я поняла, что как юрист я там работать в принципе не могу, потому что мой русский диплом там не котируется. Чтобы работать в Алжире, нужно иметь их образование, их диплом, соответственно. Но пока я работала в Москве юристом, я поняла, что эта деятельность вообще не моя. То есть я поняла, что я слишком, действительно, творческая личность, чтобы работать в структуре, которая очень имеет такие прямые, строгие нормативы. И в Алжире, в принципе, я и стала искать себя, так сказать, чем я буду заниматься в будущем. И начинала я именно, как вы говорите, с рисования. Я думаю, что, возможно, я буду рисовать. Потом я делала украшения. И в конце концов, когда я забеременела, у меня была очень непростая беременность, врач мне рекомендовал оставаться дома, и я от скуки решила написать сказку. На парочку листов я думаю, напишу-ка я сказку восточную про девочку-швию, которая лечит Кораном людей. То есть она шила одежду, напевала Коран, и чудесным образом эта одежда исцеляла людей. Я начала эту сказку писать и не смогла остановиться. И в итоге эта сказка вылилась в восточный роман «Шопот дорог», который я, иншалла, планирую издать. Я писала эту сказку лет пять. Она стала неким опытом моей алжирской жизни, Востока. То есть там, в принципе, всё есть, и «Восточная мудрость», и, так сказать, выдержки из Корана. Там есть традиции туарегов. То есть я туда поместила, наверное, всё. Поэтому написалась очень долго эта книга. Вот так я поняла, что я, наверное, всё-таки должна писать. Потому что если ты начинаешь писать и не можешь остановиться, наверное, это твоё. Вот так вот. Здорово, здорово. А почему вот, будем так говорить, пошли в сторону именно режиссуры? И понятно, что сценарий писать – это как бы союзно, так будем говорить, рядышком с писательской деятельностью. Но всё-таки режиссура – это уже более такая серьёзная, глобальная. И для женщины это, ну, как бы, будем так говорить, практически колоссальный такой внутренний ресурс. И внешний – это организаторские какие-то способны. Почему именно режиссура? Откуда это вот тоже внутри включилось? Да, и на самом деле я не собиралась быть режиссёром. У меня даже мыслей таких не было. И когда начала писать, я поняла, что я представляю свои сказки, все свои истории на экране. Я пошла писать сценарии, учиться писать сценарии. Заканчивая курс сценаристов, я попробовала продать несколько сценариев, предложить их кинокомпаниям. И столкнулась с тем, что твои сценарии могут быть неинтересны другим. То есть как бы… Потому что у меня в сценариях очень часто затрагивается тема религии, Аллаха, например. И найти режиссёров, которые согласны сегодня снимать подобные сценарии, очень мало. И нам на курсе сказали сценаристов, если вы хотите, чтобы ваши сценарии снимались, становитесь сами режиссёрами. А я как-то думала, ну это как-то слишком уже для меня. Но так получилось, что я случайно выиграла курс режиссёра в одной киношколе. Практически бесплатно мне достался. Я поняла, что, возможно, может быть, Аллах меня сам туда толкает. Вот как бы, знаете, меня просто пнули на этот курс режиссёра. Прям вот силком. Я туда пошла. И вот совершенно недавно у меня было осознание, что в детстве-то я занималась чем? Я организовывала игры для детей. Я решала, что вот сейчас мы играем в казаков-разбойников. И всех детей организовывала. Вот ты туда бежишь, ты сюда бежишь. Я осознала, что курс режиссёра, в принципе, это организация большой игры. То есть как бы вот я поняла, что, может быть, именно этого от меня Аллаха ждёт. Что это моя стезя, это мой путь. Вот как вот, понимаете, вот через вот это вот такая судьба у меня, что вот через слово я иду вот в этом направлении. Но это сегодня такое мое чувство. А там уж не знаю, посмотрим. Пока не снимешь первый фильм, не поймёшь, на самом деле, действительно ли это твоё. Вот такое-то осознание у меня было. Получается, что, насколько я понимаю, ведь чтобы снять фильм, это достаточно бюджетная история. И порой некоторым, чтобы снять фильм, приходится квартиры продавать, потому что это такое достаточно затратное мероприятие. И много моментов, которые сопряжены с техническим и актёрским. Ну, в общем, не будем, да, вот в эту кухню. Вот в вашем случае кто помогает? Каким образом происходит вот этот вот момент именно, либо меценатство, либо поддержка Татарстана? Как вы это видите? Или уже есть какие-то восходы в этом направлении? В настоящий момент я ищу самостоятельно. Я просто предлагаю разным организациям, фондам стать спонсором моего фильма. Также, например, есть некоторые люди в моём окружении, которые понравился сценарий. Они мне помогают тоже искать спонсоров на мой фильм. Пока нет никаких таких точных, знаете, конкретных меценатов, спонсоров я пока не нашла. Потому что я на самом деле только в начале, я только приехала. Может быть, именно здесь, на месте, мне получится это сделать лучше, чем издалека, знаете, там непонятно кому, непонятно кто там. И, конечно же, денег не даст. Вот. Ну, я просто надеюсь, что если хороший сценарий, действительно стоящий, то спонсоры найдутся. Я вот в это искренне верю. И, конечно, я верю, что Аллах, надеюсь, откроет дверь и поддержит меня на этом пути. Раз уж он... Именно, мне кажется, он меня и пнул на курсы режиссёра. Аллах, 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 Аллах. По его воле только я отдалась его воле, его могуществу, только так, на самом деле, и надеюсь. Аллах, 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 пусть как раз, да, да, оседит дорогу идущий. Здесь вот такой вот вопрос, именно связан с международным вашим, да, вот участием в конкурсах литературных. Как воспринимать национальную литературу молодого писателя вообще в целом? Вот в Лондоне раз там, да, вот татарские сюжеты, вот вся наша эта колористика. Какой вы видите отзыв, какие вот реакции? Поделитесь тоже, вот интересно. Ну, на самом деле, многие говорят, что мы и не знали, например, о такой царице, что такая царица есть. То есть, как бы, поэтому я с этой целью начала писать об этом, потому что мне хотелось, чтобы Татарстан вышел на международный уровень. У меня вообще мечта, конечно, такая есть, чтобы Татарстан выходил на международный уровень и по фильмам, и по музыке, знаете, вот чтобы наше искусство, культура, они как бы немножко поднимали свой уровень, не местечковый, знаете, вот деревенский такой, а чтобы мы поднимали уровень и заинтересовали собой международное сообщество. И это поэтому я ставлю целью такой вот себе писать о том, что может быть интересно другому миру, да, остальному миру, снимать какие-то интересные фильмы, чтобы тоже другой остальной мир оценил, так сказать, наши сценарии, наши сюжеты, нашу культуру. И да у меня, на самом деле, даже мои редакторы, которые редактировали книгу, сказали, что мы даже не знаем, что такая царица существовала, понимаете, насколько вот они русские, они в России живут. Но царица в своем веке почему-то она неизвестная. Она только вот нам известная, да, что есть такая царица. А вот русскому народу, например, она неизвестна, что есть такая царица. А по чем это говорит? О том, что мы, наверное, где-то находимся в какой-то мере в забвении, может быть, да, с точки зрения культуры. Может быть, потому что мы пишем только на татарском, стараемся поддерживать писателей, которые только на татарском пишут, да. Вот те, кто пишут на русском, как-то я просто заметила, поддержки тоже не особо нет. И не особо как бы стараются их рекламировать. Ну, это мое личное мнение такое сложилось, вот. А в целом, я считаю, что даже в Алжире я видела, что людям интересны наши татарские блюда, да, наши традиции. Алло, меня слышно? Да, 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 слышно, да. Да? Ага. Я вижу, что хороший отклик в татарской культуре, даже есть некоторое сравнение, да, вот у нас тоже такие вот есть блюда похожие, у нас тоже такая же одежда, с такой же вышивкой, там, и так далее. Я вижу положительный отклик, положительный. А как вот родилась идея сделать сценарий к фильму «Горное масло», и вообще название «Горное масло» это вы разработали? Вот почему именно вот эту тему для себя избрали? Тоже такой достаточный момент. Ведь много, большая, большая исторические, да, сюжеты. Почему именно это направление? Мне, на самом деле, просто написали и предложили снять такой фильм. Мне заказали этот сценарий, рассказали, что вот есть такая деревня, где когда-то зародилась Татнефть. Эта деревушка, она как бы была такой очень интересной с точки зрения истории, и мне сказали, можно ли создать какой-то интересный сценарий, сюжетный, эту тему об этой деревушке. Я предложила около десятка сюжетов, и выбрали именно это. «Горное масло», да, это мое название, я предложила это название. Этот сюжет понравился, его приняли, спонсором оказалась Татнефть, и они сняли этот фильм и послали на фестиваль. Как можно посмотреть этот фильм? Потому что это очень интересно. Мы очень интересны. Поделитесь ссылкой, чтобы мы потом после нас нашего интервью нашим тоже зрителям смогли, да? То есть это доступно, да, получается? Да, да. Набираете «Горное масло» и доступ к анализу. Это полный метр или это как-то метраж? Нет, это метражка. Ага, ага. Здорово. И что вы ощутили, когда вы увидели, что по вашему сценарию родился такой вот, будем говорить, вот результат? Какие эмоции? Ну, эмоции меня, конечно, переполняли, у меня и слезы текли. И просто это было, конечно, необычное чувство, что ты придумаешь какие-то детали, придумываешь диалоги. Картина песком, да, как она должна быть создана, и потом ты это видишь на экране. Это, конечно, это волшебство, да, это магия, это магия. И в этот момент ты чувствуешь, что ты на своем месте, что тебе нравится то, что ты делаешь, что ты хочешь продолжать этот путь. И это здорово, на самом деле, особенно, когда есть отклик у людей. То есть, как бы, там почти 90 тысяч просмотров, и мое окружение было в восторге. То есть, показали всем детям, показали всем внукам, потому что это все-таки обращать там, дети участвуют, поэтому некий посыл о будущем поколении. Это фильм. Поэтому мне это приятно, именно этого я и хочу делать, чтобы делать, оставлять наследие после себя, как посыл будущим поколениям, в этом цель моего творчества. Ну вот сейчас как раз мы вошли в ту эпоху, когда говорят о том, что, в принципе, ресурсы не бесконечны, да, на нашей земле, и вот электромобили и так далее. И вот на теме вот этих всех экологических вопросов вдруг тема все-таки именно горное масло, да, вот нефть. Как она у вас внутри, ну вот, не было какого-то внутреннего диссонанса, конфликта, что, ну, как бы, в какой-то степени? Или это все-таки больше экскурс в историю, а в том, что, ну, как бы, это такой вот элемент, связанный с историческим таким аспектом? Это скорее обращение к нынешнему поколению, что мы не должны зачеркивать прошлое, потому что сегодня жить лучше, потому что именно прошлое является фундаментом нашей сегодняшней жизни. Именно наши предки как бы строили нашу жизнь сегодня. Если бы не было нефти, то у нас не было бы того уровня жизни, который есть сегодня. Поэтому в этом как бы нет ничего такого, знаете, ужасного, что это нефть и так далее. То есть не было бы нефти, не было бы прогресса, который мы имеем сейчас. Это был некий такой промежуток, такой этап истории, через который мы прошли, и которым мы должны, так сказать, выразить благодарность, выразить свое уважение и идти дальше, идти дальше, вперед. Но он технологий к новым свершениям. Получается, вот этот краткометражный фильм, он переведен на татарский, на русский и на английский? Или сколько? Нет, он в настоящий момент пока только на русском языке. Я знаю, что они, по-моему, поставили еще на какие-то другие фестивали и должны были сделать английские субтитры. Ну, как раз к разговору о том, чтобы международное сообщество тоже приобщалось к нашей истории, к нашему наследству. Да, да, да. Я им порекомендовала это сделать. Здорово. А теперь вот по поводу вашей первой ласточки, которая вот готовится уже непосредственно вашими руками, да, как в качестве режиссера. Можно ли поговорить на эту тему, что это за сюжет, что это за, собственно, название, чем он пропитан, какие-то там это современное будет действие или это уже исторический экскурс. Вот очень тоже в этом плане интрига. Да, на самом деле это современная история, но с исторической, так сказать, изюминкой. Есть такое. Так. Она пропитана, имеет какую-то параллель с вашим романом «Шепот дорог» или это что-то другое? Нет, нет, точно другое. И роман «Шепот дорог» все-таки это восточный роман, это восточная сказка. Это что-то типа в стиле «Великолепный век» роман «Шепот дорог». А это все-таки татарская история, татарская история о любви. Необычная история о девушке, которая жила в детдоме, и у нее есть обида на свою маму и на свою бабушку, потому что те отдали ее в детдом. И вот с этой обиды она живет, и в один прекрасный момент она получает в подарок мемуары бабушки, которые раскрывают жизнь ее бабушки и мамы с другой стороны, показывая, что на самом деле девушка не имеет причин к ним плохо относиться. Вот так вот. Она думает очень негативные, так сказать, струи о своих прошлых, о своих предках, а на самом деле она ошибалась. Вот таким образом я раскрываю историю ее семьи через любовную историю, которая произошла в времена перестройки. Достаточно такое чувствительное время, да, перестройки. Может быть, в каком-то роде это есть такая перекличка с сегодняшним днем. Вы чувствуете, что мы тоже находимся на сломе цивилизации, и вот возврат к истокам, пожелание у молодого поколения, особенно оно ярко выражено, одевать национальное, обращаться к национальным истокам, вот как-то вот лелеет эту ситуацию. Вот вы тоже, получается, вот оказались в этом танце, да, вот то, что... Да. Ну вот ваше видение, когда мы говорим про нас, татар, и то, что вот, собственно, да, татары расселены не только по России, а вообще по всему миру, и татарский язык, вот судьба татарского народа. Вот как вы ее видите с точки зрения международного сообщества, российского, вот, ну, как бы, да, сообщества? Все-таки у вас уже кругозор, вы пожили и в Москве, и в Алжире, и сейчас в Татарстане, и родом вы из маленького поселка и смогли уже сделать такие достаточно мощные, масштабные шаги в своем и творчестве, и в профессиональной жизни. Вот как вы видите судьбу татарского народа, вот ваш взор? Я вижу, что у татарского народа есть будущее, потому что в современном мире я вижу, что все-таки есть такой, знаете, костяк энтузиастов, энтузиастов, которые сердцем болеют за татар. А на самом деле мир, он и строится на энтузиастах, на такой, знаете, горстке людей, которые вот день и ночь, день и ночь что-то строят. Пока этот костяк, он есть, да, вот пока есть вдохновение сохранять наши традиции культуры, культуру, то, мне кажется, все в порядке будет. Потому что я вижу, в принципе, что и в других странах люди стараются, стараются как-то сохранить нашу идентичность. Но это уже хорошо, что они пытаются сохранить, и, ну, это радует, это радует. Вот когда наступит такой момент, что нужно будет выбирать писательская деятельность или вот все-таки связано с кинематографом, с режиссурой, вы, ну, как бы себе такой предварительный вопрос задавали или нет? Потому что, ну, в принципе, все-таки писательская деятельность соображена с какой-то тишиной, с какими-то такими фазами, когда, ну, полностью, да, ты отходишь от социума, погружаешься как раз вот в эту вот такую внутреннюю стоянку и начинаешь созидать. Режиссура – это все-таки больше такая социальная, да, такая общественная. Вот как это вы видите в дальнейшем для себя, для своего развития? Потому что, ну, как бы и одно, и второе она может совместно? Да еще при этом быть женщиной, там, подругой, женой, матерью. Вот как это все можно соединить? Я пока с трудом это представляю. Наверное, пока не начну работать, я не пойму. Потому что, ну, на самом деле, писатель, да, это довольно трудоемкое занятие, и для этого нужно очень много сидеть и писать. Я просто для себя поняла, что мне, на самом деле, скучно просто писать. Вот я и визуал, и я, как бы, такой, знаете, творец слова. Вот я, если только пишу, я начинаю тоже уставать. Вот как-то вот просто писать мне скучно. Мне нужно, я поэтому и фотографирую, знаете, я просто поняла, что я вот визуал, мне хочется что-то делать именно визуально. И когда я пошла в режиссуру, я поняла, что это вообще круто. И писать, а потом реализовать это, то, что ты написала. Вот я поняла, что вот, на самом деле, это и есть мое. Ну, это я сегодня так чувствую. А может быть, потом я устану и скажу, я просто хочу писать. Вот я пока не знаю. Я пока сама не знаю, честно. Не могу ответить. Вот этот момент, когда ты сам собой вот честно себе говоришь о том, что я писатель, да, то есть для вас это получается, это уже профессия, вы же получаете гонорары за свой результат. Вот этот момент, когда волнение, а вдруг не получится, что вас подпитывало? Или вы вообще не задумались, просто плыли по течению? Потому что для многих вопрос, да, вот закончить рабочие какие-то, да, вот будни, да, там, допустим, кто-то бухгалтером, кто-то юристом, но неважно, да, какая профессия, и вдруг вот как бы перезагрузиться и пойти по зову сердца. Что вот, ну, как бы, можете посоветовать, рекомендовать вот этим людям, которые тоже находятся в некой такой вилке на перекрестке, да, вот своей судьбы? Ну, у меня лично просто я поняла, что я пока не допишу, я не успокоюсь. Вот, знаете, вот если есть какая-то история, ее надо рассказать, то тебе нужно это сделать. И ты должна это делать не для кого-то специально, да, вот, потому что там кто-то ждет, а нужно делать в первую очередь для себя. То есть ты понимаешь, что ты пишешь в первую очередь для себя. А если будет отклик еще у читателей, то хорошо. Конечно, есть писатели, которые заключают договора с издательствами, а не пишут что-то на заказ. Это как бы совершенно другое. Но когда писатель действительно пишет тему, которая ему интересна, то здесь, наверное, он все-таки погружается в такой свой волшебный мир и получает от этого удовольствие. И когда что-то выходит хорошее, то это чудесно, да, есть отклик у читателя. А если нет, то по-любому ты получил что-то для себя. Поэтому не надо расстраиваться, если там кто-то книгу твою не купил, то все равно момент, вот если ты реально настоящий писатель, в момент творчества ты получаешь удовольствие. Это же кайф, это прям драйв. Ты пишешь, ты создаешь мир, словами играешь. А если этого нет, то тогда и писать не стоит. Если ты пишешь исключительно для читателей, для того, чтобы там заработать деньги, тогда, мне кажется, ты быстро износишься, и вдохновение в конце концов уйдет, и ты бросишь это дело. А если ты пишешь для своего удовольствия, то ты будешь писать, будешь творить. И хорошо, если как бы это еще кому-то нравится, то это прекрасно. А если нет, то ты уже сам решаешь, продолжай дальше писать или нет. У меня в этом случае именно так и работает, потому что у меня есть история. Я пока не написала, я не могу, она вот бурлит у меня внутри, мне нужно ее просто выложить на бумагу, отправить, забыть, поставить точку, и до свидания. И все, и поехали дальше. Ну вот как раз интересно получается, что вы, когда стали заниматься этой писательской деятельностью, вы писали-писали, да, дописали, и вы даже не планировали, что это будет потом книга, да, что это издательство возьмет, и потом это как-то может. Да, да. А как вот этот вот момент произошел, вот именно, что вот книга написана, вы потом сами или кто-то вам подсказал, порекомендовал, в какое издательство, каким образом вот эта вся история была потом выстроена? Ну, на самом деле, я просто делилась частями книги своими подругами, выкладывала в интернете, и я видела, что есть отклик учитателей, людям нравится, и потом я поняла, что, на самом деле, наверное, это книга, ее надо куда-то отправить, ее надо напечатать, как бы, и когда ты видишь, что людям нравится, то вот так вот и получается, что ты пишешь не просто для себя в стол, да, ты пишешь еще для кого-то, так ты для себя открываешь, что то, что ты пишешь, людям нравится, есть читатель, есть спрос, Поэтому ты продолжаешь этот путь. То есть вы не стеснялись уже, да, показывать результаты? То есть это же тоже такой момент, некоторые там создают, создают, ну и реально стесняшки такие. Вы как-то вот не стеснялись, показывали. А критика была, потому что ранее художник? Конечно, была. У меня первый стиль вообще был такой поэтический. Я его даже отправляла литературным критикам, получала рецензии, типа это вообще графомания, как можно там писать. Меня там закидывали помидорами. Но, знаете, я просто поняла еще то, что если ты действительно любишь писать, и это твое, тебя это не остановит. Это критика. Ты продолжила. Я переоценила, я изменила стиль и продолжила писать заново. Книгу «Шопа дорог» я, наверное, переписывала, ну раз в 30, наверное, точно ее переписывала. То есть дописывала, переписывала. Я настолько люблю эту историю, что я в итоге поставила точку и дала немножко ей осесть. Я ее переписывала очень долго. Когда тебе нравится твоя история, твои герои, твой мир, тебя никто не остановит. Мне кажется, как бы бесполезно. Мы бьемся до конца. Я говорю, я буду биться до конца. У меня такой просто принцип жизни. Если ты ставишь какую-то цель, надо биться до конца. Не добьюсь своего, не попробуй все способы. Я не остановлюсь. Если уже я расшибла себе голову, продырявила череп, то можно сказать, что да, это не мое. Сворачиваем, идем. Ведем отряд в другом направлении. А как вы думаете, с учетом того, что мир все-таки перешел в категорию смотреть виджеты, больше визуализация, и клипы, и фильмы, вот книга, она все-таки не становится неким каким-то таким уж артефактом? То есть, в принципе, насколько это на данный момент современно? Потому что тоже все-таки формат. Да, я согласна. Есть такое. Даже в моем окружении, мои подруги, например, говорят, они не читают книгу. Моя подруга детства сказала, ну, не имею в виду, я только вообще смски читаю. Я когда это слышу, мне, конечно, больно. Я говорю, ну, для кого я даже посты не читаю? Если пост более-менее длинный, там подлиннее, они уже не читают. Мне это грустно, это грустно. Ну, это же не означает, что я не должна писать. Я же еще раз говорю, я пишу для себя. Да, в большей мере ты пишешь для себя. И, кстати, вот «Шепот дорог», я, когда писала его, я реально представляла, что должен был быть мультик. Я его вижу как мультик, как мультипликацию вижу как бы. Это, наверное, еще одна из причин, почему я пошла в сценаристы, потому что, может быть, когда-нибудь это будет мультик. Фильм это очень сложно снять, потому что у меня там есть герои-животные, которые разговаривают, а вот как мультик это вот реально можно нарисовать. Ну, как здорово. Вот если брать вот этот принцип народного финансирования, когда есть площадки, да, ты публикуешь там либо книгу, либо какой-то проект, и таким образом народ уже вовлекается в эту орбиту. Вы такие использовали, ну, технологии, да, чтобы помочь книге выйти в свет? Кто вам помогал в выпуске книг именно вот от рукописи уже до того, что она находится на полке в магазине? Или она восподается только через интернет? И относительно народного финансирования используют вот такие методы, потому что существуют, да, такие площадки, где можно опубликовать свой проект, допустим, книгу или фильм, и таким образом народ читает, синопсис там и так далее, и включается в эту орбиту, помогает. И есть успешные реально проекты, которые там и книги выходят. Что-нибудь слышали об этом? Был ли опыт в этом тоже направлении? Нет, отношение к книг, я пока этого не делала, потому что я не вижу пока в этом смысла. Может быть, пшу под дорог, я это сделаю. Ну, хотя вот про Синьбеки, да, мне было бы интересно найти издательство. Я отправила в несколько издательств мою книгу недавно, не знаю, что они ответят. Я не привлекала пока народные средства. Мне, наверное, больше интересно привлечь народные средства к моему фильму. Потому что я не вижу, что люди очень много читают, и поэтому, наверное, не хочется мне инвестировать свое время и деньги именно в книжное издательство. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Просто вот на ваш взгляд в Татарстане люди читают? В общем, насколько я могу по себе сказать, я люблю читать, но я живу не в Татарстане, а в Санкт-Петербурге. Поэтому здесь вы уже, переехав в Татарстан, можете сделать такой небольшой социологический... В Минтере, да, я буду изучать. Да, 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 там в метро, там, может быть, в парках, в таком духе. А если, ну, как бы, брать вот само по себе вот эту издательскую деятельность, да, книги, да, вот иллюстрации, картиночки, вы сами выбираете, или все-таки это издательство определенным образом говорит, нет, будет так, вот как шрифты, да, там вот обложка, это же тоже определенный такой момент эстетики, передача смыслов. Вот как в этом плане у вас тоже происходит деятельность? На данном этапе я пока сама все выбираю, потому что я публикую свои книги на площадке Литрес. И там можно мою книгу скачать электронную и печатную заказать. Если какое-то издательство захочет со мной сотрудничать, то они, наверное, свою какую-то обложку выберут. Они, конечно, предлагают, Литрес предлагает рекламу книги, но я просто смотрю, что это очень огромные инвестиции, которые не оправдывают себя. То есть минимум 100 тысяч рублей нужно, чтобы запустить рекламу книги. А гонорар, там, знаете, 10-15 рублей, потому что писатель – это не тот, кто зарабатывает, на самом деле. С книги-то мы зарабатываем 10-15 рублей. Поэтому писать для того, чтобы зарабатывать – это как-то уже… Это не то. И поэтому, что можно сказать на эту тему? Я не буду вкладывать таких денег в раскрутку своей книги, потому что она не оправдается. Не оправдается. Я пишу для того, чтобы просто написать. Если кому-то интересно, читайте. Возможно, я сделаю какую-то партию для того, чтобы печатную я закажу. И, может быть, библиотеки отдам. Может быть, где-то буду участвовать в выставках. То есть я это все, конечно, сделаю. Но вот конкретно, чтобы вкладываться в это дело, я не буду, потому что это не та область, которая действительно приносит доход. Да. То есть все-таки для таких вот, кто сейчас находится в ситуации, что-то пишет, какие-то рассказы, сказки тоже, да, и думает там, издавать или не издавать, вы рекомендуете все-таки использовать онлайн вот этот вот формат, а там уже как читатель будет реакция, дальше уже эту тему развивать. Конечно. Да. Ну, у нас, видите, параллельно еще небольшой такой мастер-класс, потому что на самом деле, когда люди начинают на перекрестке своей там судьбы жизни думать, там, сменять ли им профессию, вообще как это, все-таки в какой-то степени писательская деятельность на данный момент это больше в какой-то степени такое хобби, это радость, удовольствие, да, и, ну, как бы, наследие для нашего поколения, будущего, да, чтобы вот, в принципе... Вы пишете на русском языке, на татарском, как у вас? Я пишу на русском языке, да, на русском. Ну что ж, а в целом, если брать, ну, как бы, вот, писатели, у вас же фантазия, достаточно, огромный диапазон, вы каким-то образом лосо закидываете, видите ли вы себя там через лет 10, 20, 30, ставите ли вы какие-то себе, ну, будем так говорить, точки, что вот, там, через 10 лет мне бы хотелось вот это, вот так я себя вижу через 20. Каким образом, тоже вот, будучи на свою, там, как-то вот прорисовываете? Наверное, да, наверное, в настоящий момент я себя рисую все-таки режиссером-сценаристом, который будет снимать фильмы, или, недавно я так для себя обозначила, я буду зажигать звезды в Татарстане. Такой пафосный, пафосный, амбициозная такая цель, ну, просто на самом деле суть в том, что я просто хочу запускать стори-теллинг в Татарстане, делать крутые видеоролики, как, знаете, вот реклама предприятий, но как киношедевр, то есть как бы не просто, знаете, рассказ о каком, о чем-то, а сделать какую-то маленькую историю, но с какой-то изюминкой, чтобы как бы вот стори-теллинг, такой вот, знаете, вот шик, чтобы было интересно смотреть рекламу того же банка, например, захватывающая, и моя цель найти изюм, найти изюм предприятия, найти изюм какого-то физического лица, да, и упаковать это красиво в стори-теллинг, вот я хочу зажигать звезды, а изюм – это звезда, да, он станет звездой благодаря своему этому видеоролику, киношедевру, который я буду создавать, я себя вижу, что я буду зажигать звезды в Татарстане, вот так я себя сейчас вижу, а там как получится, знаете, все в руках Аллаха, что он там мне нарисовал, я не знаю, я просто запоняла уже одно, что мы планируем одно, а на самом деле получается совершенно другое, у него совершенно другие планы на нас, потому что я тоже не думала, что пойду в режиссера, я даже не рисовала это в своей голове, понимаете, а сейчас я понимаю, что вот я устаю, и я год назад говорила, вы что, это вообще не мое, я режиссер, вы что, и вот теперь я уже собираю команду, чтобы делать свой фильм, понимаете, невозможно просто предугадать, что будет завтра, поэтому так. Здорово, ну, здесь же как бы получается, что, находясь в Татарстане, вы сейчас в Казань переехали, правильно я понимаю? Я сейчас живу под Казань, Буинск, да, и планирую переезд в Казань. И это же тоже определенным образом пропитывает вас и все-таки окружение, да, вы каким-то образом уже в сообщество, там, наши кинематографы Татарстана уже вошли, каким-то образом обозначились, как-то вот циркулирует уже эта жизнь каким-то там повестку о том, что вот, уже организовали такой заплыв, будем так говорить. Ну, я приехала только неделю назад еще, и онлайн, онлайн я, конечно, познакомилась там уже с несколькими режиссерами, но пока лично заплыва я туда еще не совершала. Ну, в общем, получается, что наш эфир в какой-то степени станет неким таким тоже преамбулой, либретто, что, да, вот мы с Эльбирой общаемся, говорим о том, что вот в преддверии, в преддверии вот мы вернулись на родную землю, и вот, собственно, такие пожелания, амбиции, чтобы звездным небо стало, да, и чтобы эти звезды можно было видеть не только ночью, но и днем, насколько я понимаю, насколько они должны быть яркими. Здорово. Вообще, в целом, такой вот момент все-таки, будем говорить, татарская, ну, как бы, татарская женщина, она в большей степени это все-таки женщина, которая и в семье, и вот, ну, как бы, традиции, там, воспитания, да, детей и так далее. Как вот в этом плане вот вы, ну, были же до этого в других жили, да, получается, локациях, вот вернувшись в Татарстан, что-нибудь заметили в обществе, в социуме, вот, каким образом сейчас выглядит татарская современная женщина, какие-то такие вот моменты смогли для себя распознать тоже, новые какие-то увидеть? Ну, я вижу, что татарские женщины очень активные сейчас, то есть, сегодня не проблема оставить с кем-то ребенка, то есть, очень многие отдают именно своих детей на воспитание нянекам, там, как бы, вот, и это нормально, и очень много, татарские женщины стали больше уделять внимание себе, я смотрю, то есть, ходить по салонам красоты, занимаются спортом, любятся встречаться себе подобными, то есть, как бы, мне кажется, татарские женщины стали себя любить, но я говорю сейчас о городских, вот, здесь в деревне, конечно, немножко по-другому, хотя тоже ухаживают за собой, да, то есть, как бы, салоны красоты мы любим, я, наверное, вижу в этом хорошую тенденцию, вот, но в то же время я вижу, что мы по-прежнему все держим в своих руках, ежовых рукавицах, так сказать, предпочитаем все делать сами, и это тоже, как бы, немножко, ну, я считаю, что все-таки мы, должна быть иерархия в семье, мужчина должен быть глава, а мы немножко, так сказать, пониже, пониже, так проще, ну, это для меня проще, я, например, не буду сломя голову, там, нестись, ремонт делать, как бы, и организовывать ремонт, как бы, я лучше организую фильм, потому что я творческая личность, мне вот организовать фильм, наверное, проще, чем организовать ремонт, а вот я вижу, что в деревнях, например, спокойно женщины все ремонтируют, и я даже не знаю, хорошо это или плохо, это для них какая-то норма, ну, если они от этого счастливы, то пусть так и будет, но мне приятно, что женщины сегодня стали себя любить, в этом плане, что вот мы немножко, так сказать, отходим от только, так сказать, бытовой жизни, что вот все вот для мужа, для семьи, и много творческих личностей стало, мне это очень приятно, это меня вдохновляет, что как бы женщины сегодня смотрят в будущее, такое, так сказать, прекрасное будущее. А вот если брать вашу героинь вот в книгах, да, вот и, собственно, вы, алло, алло, да, слышно, вот ваши героини, они, ну, вот, имея вот эту татарскую, да, генетику, генезис, будем так говорить, да, ДНК, все-таки, какие качества вы в них раскрываете, вот эту самостоятельность или в какой-то степени покорность, вот мудрость, хитрость, ловкость, что это, потому что если мы характеризуем там, там, русская женщина на скаку коня остановит, да, то вот в вашем творчестве татарской женщина, она все-таки как раскрытая, какие у нее черты, характеристики? Ну, в моем романе «Красный лукомат в семью веке» все-таки я показала татарстан современным, и там героини, они действительно строят бизнес, они работают с правительством, они амбициозные, активные, красивые, то есть очень решительные и смелые, но по сути, мне кажется, мы такие есть, потому что в каждой из нас живут такие гены наших великих предков, вот, и вообще мои подруги, в принципе, они все такие, они вот, так сказать, не ждут, наверное, ничего, многого от мужчин, и мои героини, именно, в принципе, такие получились, такие, которые вот что-то строят, воюют за право быть там счастливыми, за право быть красивыми, за право быть богатыми наравне с мужчинами, они что-то делают, но в то же время у меня всегда есть героини, которые находятся ниже по иерархии, я показываю, что есть какой-то классический вариант, да, женщины, потому что, на мой взгляд, все-таки женщина должна быть женщиной, чтобы быть в полной мере счастливой, нам каждый из нас хочется, чтобы был рядом мужчина, который сказал, скажет, я все решу, мне кажется, каждый мечтает о таком, вот, а то, что женщины сегодня решают, наверное, больше от безысходности, что нет такого, который скажет, я все решу, не проблема. Ну что ж, мы потихонечку приходим к финалу нашей беседы, и, конечно же, собственно, здесь, воспользовавшись сейчас вот этой, ну, то, что мы в эфире, то, что как раз это увидят наши подписчики и другие тоже, кто знаком с вами, любят ваше творчество, что бы вы хотели сказать вот новым писателям, да, вот, которые новички, и те, которые в размышлениях выйти на свой путь, да, с точки зрения, там, поменять стезю профессиональную, вообще поверить в себя, и в целом татарским женщинам, потому что, ну, вы как бы так обнимаетесь со всех сторон, видите всю ситуацию, было бы здорово тоже вот такой вот с разных ракурсов ваше мнение и ваше пожелание. Наверное, я хотела бы сказать, что если вы хотите писать, то нужно писать искренне. Не обязательно нужно разбираться в том, что вы пишете, а нужно, чтобы это было искренне. И нужно смотреть по самочувствию. От того, что вы пишете, вам становится лучше, вы вдохновляетесь, и появляется ли энергия даже в теле, да, то есть как бы или наоборот вас это больше грузит, вы становитесь несчастливым. Ну, чтобы определить, да, действительно это ваше или нет, вам нужно для начала понять, что вы чувствуете, когда вы пишете. Во-вторых, не нужно ждать, что кто-то оценит ваш трус прямо с первого раза, да, там как бы моя первая книга «Кос тобой» по-китайски, она как бы была воспринята моим окружением на ура, да, как бы, но это была очень простая история. Я ее написала, потому что хотела написать. По сути, это мой будущий был сценарий, да, то есть я не жду, наверное, не надо ждать каких-то, вы знаете, там аплодисментов, потому что сегодня нужно принять реальность, что нет сегодня такого читателя, как раньше. И читатель сегодня очень капризный, плюс он сегодня испорчен интернетом, испорчен кинематографом. И надо принять тот факт, что если вы пишете, то вы пишете больше всего для себя, потому что вам это нужно писать. Не унывать, если что-то не получается, продолжать искать свой стиль, продолжать искать истории интересные, сюжеты, героев. Может быть, на пятой, шестой книге будет у вас именно, так сказать, подъем, да, появится слава, известность, деньги, а может быть и нет, может быть, как у наших классиков, только после вашей смерти вас оценят. Все вполне возможно будет именно так. С этим надо смириться и принять этот факт, что именно вот так оно и будет. Если вы готовы к этому, вы принимаете этот факт, то продолжайте писать. А женщинам я хочу, ну, что я могу пожелать? Я хочу пожелать вам крепкого здоровья и немножко ослабить путы, так сказать, контроля жизни. Надо уметь расслабляться, надо уметь побыть женщиной, надо уметь вот посидеть и подождать, когда муж придет и отремонтирует кран, а не нести сломя голову и самой все делать. Потому что наши ресурсы тоже не бесконечны, и нужно получать кайф от того, что мы женщины, что мы слабые, что мы не можем сделать тот, и мы эмоционально слабее. И вот, когда я смотрю посты, где учат женщин, все должна быть сама, учись сама, деньги зарабатывай, строй свое счастье, строй свой, так сказать, дворец сама, свою жизнь сама. Я говорю, ну, так ведь и надорваться можно все сама. Не проще ли попросить помощи у мужчин? Они же тоже ждут, чтобы мы как-то к ним обращались, они хотят быть полезными в нашей жизни. Тогда, мне кажется, все будут счастливы. Все должно быть гармонично в этой жизни, и я желаю всем гармонии в душе, в жизни и крепкого здоровья на фоне короны. Желаю, чтобы вас, так сказать, беда не коснулась и вдохновения, и улыбок. Илья Михайловна, это аминь, аминь на все ваши пожелания, на путьстве. Дело в том, что вы, когда говорили, я подумала о том, как вы будете выстраивать свою вот именно деятельность по режиссеру, по режиссерской вот этой вот стезе, и, пожалуй, наверное, вот эти пожелания к женщинам, они, наверное, и в профессиональной какой-то ситуации здесь тоже уместны, самим себе говорим, говорим нашему окружению, поэтому я желаю, чтобы вокруг вас создалась крепкая-крепкая команда, и вы могли спокойно делегировать те вещи, которые способен делегировать уже режиссер своего вот этого детища, будущего фильма. И мы очень-очень будем рады содействию в вашем деле, то есть, что необходимо, вы нам давайте задания, мы опубликуем, потому что вакансии, не вакансии, что там вам виднее. А также, конечно же, поделимся ссылочкой по поводу вашего вот этого крометражного фильма «Горное масло», потому что мне самой это интересно посмотреть и тоже нашим показать. В общем, желаем большой, ровно, широкой дороги, хороших союзников, крепких и творческих-творческих успехов, много интересных историй, сюжетов, героев, и, конечно, пусть дальше Аллах ведет вас, как он уже привел вас в сторону писательской деятельности, режиссуры, и дальше вас, как говорится, вам помогал в этом. Аминь. Ну что ж, благодарим за беседу. Будем рады новым эфирам, новым встречам, и, может быть, как мастер-класс какой-то приедите в Санкт-Петербург, расскажете, как начать писать книгу, либо как начать маленький фильм создавать. В этом плане всегда, всегда будем рады взаимодействию и сотрудничеству. Хорошо. Спасибо большое. Буду рада. Благодарю вас. Приятно. Ну что ж, да. Ну что ж, вот к нам вернулась в Татарстан Эльмира Хан, родные пенаты, как говорится, с амбициозными, серьезными, решительными уже действиями и намерениями. Поэтому пожелаем ей успеха, и также хотим поблагодарить сегодня ее за то, что она с нами была в эфире. Еще раз расскажу, что с нами была Эльмира Хан. Она писатель, в прошлом юрист, ну, в прошлом это, наверное, нельзя, всегда помогает образованию во всем. И все, что касается наследия, культуры, Татарстана, Татар, вот она все это перекладывает в книги, теперь уже в фильмы. Так что вдохновляйтесь и до новых встреч. Мы, Питер Татар, я, Катерина Кифанова-Ганединова. Рады, рады вас вновь здесь поприветствовать и будем рады также вашим отзывам, рекомендациям по дальнейшему нашему эфиру. До новых встреч. Харли Кич. До свидания.